Всем привет, мои друзья! Как вы поняли из названия видео, я вчера сделал роковой шаг. Я заказал себе Tesla Truck. И как мы уже договаривались, я начинаю больше питаться дома и готовить сам. Сейчас я приготовлю себе завтрак, и потом, я думаю, что мы перейдем к особенностям этого заказа. Как бы завтрак, ничего особенного. Помидорки с грибочками и яичницу. Яичницу я люблю, когда она перевернутая, поэтому сейчас осталось ее удачно перевернуть. Вот так. И сразу выключить. В таком случае она получится идеально. Запеченная с двух сторон и жидкая внутри. Сейчас я это все снимаю. Кто не знает, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что стрим инстаграм я провожу практически каждый день, иногда даже по 2-3 раза. И самая главная особенность, это то, что практически в любом инстаграм-стриме я либо ем, либо пью кофе. Кто-то этому не может устоять, а кто-то воспринимает нормально. Поэтому подписывайтесь на инстаграм, там очень много общения. Ну вы же не думали, что я вас обманываю? А теперь возвращаемся к вопросу о кибертраке от Теслы. После того, как Илон Маск сделал презентацию этого автомобиля, все больше и больше подписчиков пишут мне личные сообщения и говорят, Вова, купи себе Тесла-трак, сделай обзор, будет очень интересно. На самом деле, я не смотрел первоначально презентацию, и потом, когда начали поступать сообщения, вот буквально вчера вечером, после того, как я опубликовал видео, я залез и начал смотреть ее презентацию, и увидел, что ее производство ладится только через 2 года, и сейчас надо занять очередь. Вид у трака очень необычный. Единственное различие в спецификах, это если у него будет либо один мотор, два мотора, либо три. Я встал на очередь на трехмоторный Тесла-трак, и я уже внес свой первоначальный взнос. Мне на почту уже пришло извещение, что вы стоите в очередь, мне присвоили номер. И теперь будем считать, что гол, план этого YouTube-канала, это собрать деньги на Тесла-трак, который выйдет через 2 года. Поэтому все донейшн, которые вы делаете, и всю прибыль, которая будет приходить от YouTube, я буду откладывать на этот Тесла-трак. Я хочу попробовать сделать эксперимент за 1,5-2 года, собрать на Тесла-трак, чтобы купить его не в кредит. Надеюсь, что получится. Если нет, то тогда я его по-любому, наверное, думаю, куплю в кредит, и будем смотреть, насколько эта машина стоит тех денег, которые будут в нее вложены. Ну что, как вам такая идея? Я боюсь, если я куплю машину со своими подписчиками, то мне придется разобрать ее на части и отправить моим подписчикам, разыграть между ними. Тем временем, пока у меня нет работы, на сегодня вообще нет работы, я рассчитываю со своими долгами. Вот у меня в руке те посылочки, которые я отправлю своим подписчикам, те, которые выиграли тут майка, флаг и остальные обещанные подарки. Я до сих пор жду, когда со мной на контакт выйдет Жора Карабас, либо Мак Сим. Это те люди, которые должны получить номер, кто-то из них должен получить, ни один из них не выходит со мной на связь. Если, ребята, вы не выйдете со мной на связь в течение двух дней, я этот номер разыграю по-новой. Как вы видите, посылочки небольшие и предоплатить я их дома не смог, потому что они пойдут через границу. Две из них идут в Беларусь, одна в Россию и одна идет в Казахстан. Поэтому сейчас я приеду на почту, заполню декларации и отправлю их. Заодно скажу вам, сколько стоит отправить посылку вот такого вот размера через границу, то есть к вам. Средняя цена таких вот посылочек в конвертах должна составить не больше 20 долларов, но так ли это или нет? Я сейчас тут достоверюсь на собственном опыте. Так, мне придется заполнять много деклараций, целых 4. Надеюсь, что очередь небольшая, хотя я, наверное, зря это делаю. Надеюсь, потому что машина здесь прям уйма. Надеюсь, они все не на почту приехали, а просто так здесь припарковались. Надежда умирает последней. Прям вовремя передо мной люди зашли, да? Ай-яй-яй. Спроси, что ли, декларацию попросить? Их даже попросить не пришлось, у него здесь лежали. Здесь я уже даже заранее буду знать трек-код людей, которые я отправляю сейчас. А, осталось заправить. Блин, очередь быстро идет. Надеюсь, что-то я успею. Надеюсь, я успею все это сделать, пока моя очередь дойдет. Все заполнено, пока стоял, заполнял. Народу набралось, будет здорово. Минимальная цена 24 доллара. Я только подошел. 13.45. Интересно, сколько за МИК-4 посылки? Пока мне оформляют почту, мне пришло сегодня утром в 5 часов утра письмо о том, что мне заплатили за тот заряженный скутер. В результате оплаченная сумма за зарядку была 4 доллара. То есть я даже заработал чуть-чуть больше. Следующая посылка минимальная 14.25. Помните рацию, которую я нашел в контейнере? Вот они сейчас там лежат, на отправку. Я боюсь, что это будет самая дорогая отправка. Потому что тут придется указать, что там есть батарейки, и они, зараза, тяжелые. А нет, смотрите, тоже 24 доллара. Итого, результат 76.75 за 4 посылки. Прощай, почта. Надеюсь, я увижу тебя не скоро. Дали такой длинный чек, где написано вся та же сумма, 76.75 доллара. Всем остальным не унывать. Это не последний раз, когда я буду делать такие конкурсы. Следите за развитием канала. И, может быть, вам рано или поздно удастся выиграть какой-нибудь подарок. Я очень на это надеюсь. Вы тоже надеетесь. А теперь я еду в школу. Многие из вас не знают. Я об этом сильно не говорил. Дело в том, что у меня есть лицензия инспектора домов. То есть я могу делать инспекцию при покупке-продаже. И говорить, насколько дом пригоден. То есть я знаю коды, как они устроены, как дом должен быть. Построен, что должно быть в норме, что как должно работать. Эту лицензию я получил год назад. И за эту лицензию я заплатил 2700 долларов за то, чтобы мне ее дали. Я учился на нее полгода. И дело в том, чтобы ее продлевать, а ее нужно продлевать каждые два года, нужно проходить курсы повышения квалификации 16 часов каждый год. То есть в сумме должно быть 32 часа. У меня, по-моему, в районе 20 часов уже курсов повышения пройдено. И мне нужно записаться на два класса, которые, грубо говоря, обновят мои познания в том, что я раньше изучал. И сейчас я еду узнать, когда мне можно на них записаться и сколько они будут для меня стоить. Я подъезжаю к школе. Сам прикол, что в переводе с английского эта школа называется «Школа чемпионов». Ну, или, вернее, даже правильно так, чемпионы школа недвижимости. То есть тут обучают риэлторов, инспекторов, как я. Смотрите, видите, все вот эти вот машины, это ребята на занятиях. Либо кто-то хочет получить лицензию, как у меня есть, либо риэлторскую лицензию, либо кто-то еще. Но, как правило, я помню, утром приезжаю, здесь вообще вечно негде припаркать машину, потому что все же на машине. Это Техас, здесь по-другому никак. Техас, здесь по-другому никак. Ближайший класс будет 9 декабря. Мне дали вот такую книжечку, где написано, сколько он стоит. В общем, два класса. Каждый класс по 8 часов будет стоить в сумме где-то 290 долларов. Вот так как Вова пришел в школу, и он знает уже все тонкости этой школы, я сейчас с радостью себе сделаю бесплатненького кофе. Тем более, что я знаю, как это здесь устроено. Видите, какой выбор кофеев? Сначала надо взять крошку и насыпать всякой гадости, потому что как же без гадости в этой жизни, да? Я всегда сыплю вперед, чтобы потом не перемешать. Что же взять? Ну, давайте что-нибудь нежненького. Как это Вовин влог и без кофе, да? Это же не по-нашему. Самый прикол здесь то, что вот здесь учишься в классах, то в обед для риэлторов приносят бесплатную еду. И вот на этом столе, который по центру, там стоит, короче, много-много коробок, там 6-8 коробок, в которые ты можешь подойти, взять себе еду, типа вместо обеда, чтобы не идти никуда не покупать, берешь себе и ешь. Можно, конечно, также и в вендорной машине купить, но на самом деле, кто знает фишку, как вот, например, я, то, что недоедают, кладут вот сюда вот в холодильник. Ну, я уже настолько наглядеть не буду, я сегодня туда не полезу. Самое интересное, когда я сюда пришел, мне сказали, ты можешь взять это в классе, а можешь взять онлайн. Один из классов, 8-часовой, я, наверное, попробую взять дома. Второй, который учит, как писать правильно репорт, то есть делать инспекцию на дом, то есть они обновляют знания, как это писать, что писать, что указывать, что нет и где это указывать. Как вариант, я приду сюда, потому что лучше иногда поговорить с реальным человеком, чем делать это все по книжке. Потому что тот человек, который это будет объяснять, он, скорее всего, сделать как минимум 200 инспекций. Потому что, чтобы преподавать и учить других, нужно обязательно минимум, минимальное требование сделать 200 инспекций. Потому что как по-другому можно учить человеку того, что ты раньше сам не делал? Это можно только в других странах. Я вот, например, когда учился в академии, у меня был преподаватель, который как только закончил академию, сразу же пошел там преподавать и учить людей, как делать что на месте происшествия. Человек в жизни никогда не трогал этого и учит других, как это правильно делать. И, конечно же, в таком моменте, когда я закончил академию, пришел на практику, то есть дотронулся до земли, блин, все было немножко по-другому. Я бы сказал, что даже не немножко по-другому, все было по-другому. Поэтому это очень правильно, когда человек имеет большой опыт и только тогда начинает учить. Точно так же я сказал бы, наверное, с английским языком. Когда учат в университетах английскому языку, люди, которые никогда даже, грубо говоря, с носителями в большинстве случаев не общались. А сейчас, тем не временем, я приехал в другой магазин, он уже немножко подороже будет, чем Walmart, но он блатной. Ох ты, блин, как это я плохо сделал, там же машины. Я не подумал. Некрасиво, ребята, извините, извините. Не хотел. Этот магазин немножко покруче, тут цены подороже, потому что они говорят, что у них продукты очень высокого качества. И у них даже есть что-то своего производства. Ну, прям серьезного производства. Слушайте, на часах 2 часа 35 минут. Ажиотаж на парковке, как будто сейчас выходной и прям вот самый разгар. Нигде вообще не притеснуться и не поставить машину. Пока я не вошел внутрь, давайте посмотрим, по чем здесь у нас елочки. Уже начинают подготавливаться, продавать их. Но, как правило, елочки должны в районе быть 150-170 долларов. Ну, нет, смотрите, 7,8 фит, 90 долларов настоящая елочка. Нормально. 8,9 фит, 109,99, 110 долларов. Но тут налоги, по-моему, ничуть, тут, по-моему, прям это последняя цена за елку. 109, 109, все вокруг здесь, 109 долларов. По чем у нас мелкашечки, малюточки. Малюточка, елка, 6-7, 100 долларов. За более пышный, наверное, там сейчас будет под 150, потому что чем пышнее елка, тем красивее. Да, вот так оно и есть. 130 долларов. 130, все это здесь елки по 130 долларов. Все готовятся к Дню Благодарения. Смотреть, как здесь красиво. В этом магазине я уже неоднократно бывал, снимал. Но за последний месяц прям 8 тысяч подписчиков добавилось на канале. Поэтому я думаю, что иногда можно показывать некоторые материалы по-новому. О, грибочечки. Я только вчера купил. Смотрите, Техас, сколько видов картошки. Ой, боже мой, тут не протиснуться. Картошка раз, картошка два, три. Какая-то красная картошка, черная вернее. Я не знаю, короче, пурпурная. Там вон еще картошка. Но она еще, может быть, одного и того же сорта, но органик, либо неорганик. И лук также. Яблоки. Я вообще, на самом деле, пришел за молоком и сметаной. Мне больше ничего не нужно. Я такой, еду, еду. Смотрите, на что я нарвался. Знаете, что это такое? Это каштаны. За паунд 6,99. 7 долларов за 454 грамма. Я не знаю, что делать с каштаном, так что можно приготовить. Я, на самом деле, об этом раньше не слышал. Если вы знаете, напишите в комментариях. Мне просто уже просто интересно, реально, блин. Блин, за 450 грамм каштанов 7 баксов. Но это жесть. Добро пожаловать. Окей. Спасибо большое. Ты вовремя. Заодно поем немного. Может, тут еще что раздает? Наконец-то молочный дел. Пользуясь случаем, решил попробовать кофе, который делают в этом магазине. Ну, прям не в этом магазине. У них есть место в Остине, в Техасе. Который вот прям сделан для них. Даже. Ростит. Это Central Market. Магазин называется Central Market. И вот это кофе их бренда. Так, осталось мне купить что? Молоко и сметану. Знаете, для чего сметана? Ага, знаете, я знаю. Программа минимум выполнена. Сметана, молоко. Молоко я пью миндальное. Оно покупается только лишь для кофе, который я готовлю дома. И прохожу мимо курицы гриль. Здесь она 7 долларов 99 центов. А вес у нее... А вес у нее... Потому что в прошлый раз я не сказал. Предыдущая курица была 680 грамм. Вчерашняя. Это весит 907 грамм. 8 долларов за 907 грамм. Ну и сейчас быстро. Не так как в Хомди попробегусь по делу готовой кухни. Есть теплое, есть холодное. Там есть даже пиццы, барбекю. Пошло и поехало. Цены такие. 12.99, 7.99. Но здесь дороговато на самом деле. Это не самый дешевый магазин, который можно себе представить. Так, ладно, пора идти на кассу. Сколько можно? Супчик. Может супчик поесть мне? Супчик вообще хорошо. И стоит оно здесь 4 доллара вот за такую вот тарелочку. Сейчас посмотрю, если я что-то найду. То, что мне понравится, может быть, даже куполю. Взял остренького супчика. Тортия. Наложил сюда вот таких вот чипсинок чуть-чуть. Сейчас здесь быстренько пообедаю. За 4 доллара. Блин, дорого. Начинаю опять съесть не дома. Но супчик полезно. За все про все я заплатил 20 долларов. Ну, там, 19.50. Сейчас у меня будет первое. Я перекушу здесь супчиком. А потом у меня будет второе дома. Я доем ту курочку, которую купил вчера. И как завелось этот жизненный путь, лежит от кофе к кофе. Сейчас я возьму себе маленький стаканчик. И опять буду пить кофе. Да, ребят, простите. Вы говорите, что кофе меня убьет. Но я сомневаюсь. Оно только лишь помогает мне быть таким веселым и жизнерадостным. Я пью этот очаровательный кофе. И хочу ответить по-любому на один из тех вопросов, которые возникают у многих в голове. Блин, Вова, о чем ты снимаешь? Что ты показываешь? Дело в том, что многие люди просто мне пишут, Вова, снимай все и подряд. Нам очень интересно, как живется в США. И я вам вот показываю каждый мой божий день. Есть работа, нет работы. Я пытаюсь снять как можно больше материала. И еще, соответственно, пытаюсь, чтобы это было интересно. А если повезет, даже информативно. Так что, если у вас есть какие-то прям пожелания, то пишите в комментарии. Я все это читаю и приму к сведению. Тем временем я приехал на тренировку в тот зал, за который, по вашим словам, я слишком дорого плачу в месяц. Целых 150 долларов. Я сам в это не верю, но именно так. Это заставляет меня ходить сюда практически каждый божий день. Я обычно хожу сюда 4-5 дней в неделю. Я, наверное, пошел тренироваться. А вам спасибо за просмотр. И увидимся завтра. Пока. Заряженный скутер. И в результате... Сделал как минимум 200 лицензий. О, сделал как минимум. Потому что, чтобы преподавать и учить другие... 100 долларов, 100 долларов. О, что это, кофе я разбил. Сериала, чтобы вам было еще так же вместе с этим... Я пытаюсь снять как-то. Так что, если вам прям вот... Если вот... Так что, если у вас есть какие-то прям пожелания... То, не Bakhe. БОБНО. Вера.